Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте! В эфире программа 36,6. Всё о здоровье, красоте и здоровом образе жизни. Тема нашего эфира – флебология, раздел медицины, отвечающий за изучение заболеваний вен. Специалисты этой медицинской области занимаются диагностикой венозной системы, предоставляя пациентам современные и эффективные методы лечения, а также профилактику. Какие основные патологии венозной системы требуют особого внимания и каковы последствия их недооценки? Эти и другие вопросы обсудим с выдающимися специалистами в области сосудистой хирургии, нашего региона. В настоящее время распространенность флебологических заболеваний у населения увеличивается с каждым годом. Уже в 30-летнем возрасте многие пациенты жалуются на проблемы с ногами и венами. Если вовремя не обратиться к флебологу и не диагностировать ту или иную болезнь, могут появиться осложнения, приводящие к потере привычного образа жизни человека, а также значительному ухудшению ее качества. Патология вен – это одна из довольно распространенных патологий. Чаще всего данная патология проявляется на нижних конечностях. В простонародье все знают, это варикоз. С этой проблемой уже давно все столкнулись. Очень много методов лечения было. Более варварских, там, в средневековье прокалывание вен, выдавливание этой крови, чтобы они уменьшались. Ну и с годами, конечно, медицина никогда не стояла на месте, прогрессировала. И в данный момент флебологию выделили как отдельное уже направление к сосудистой хирургии. Последние лет 15-20 очень бурно развивается данное направление. Появилось огромное количество современных методик лечения по данной проблеме. Внедрены лазеры, внедрены склеротерапии. И то есть сейчас направлено все на то, чтобы данную патологию решать уже в амбулаторных условиях в хирургии одного дня. Человек пришел, его обследовали, выявили проблему и начали лечить варикозно-расширенные вены, либо какие-либо другие проблемы. Вены – особые кровеносные сосуды, по которым кровь движется от органа к сердцу. Этим определяется строение и функционирование вен. Стенки венозных сосудов более тонкие и менее упруги, чем стенки артерий. Обратному току крови в венах препятствуют особые структуры – венозные клапаны. Поражение клапанов, нарушение их работы приводит к самому распространенному заболеванию вен нижних конечностей, варикозному расширению и, как следствие, тромбофлебиту. Все вены нижних конечностей имеют в просвете клапанную систему. Когда мы начинаем ходить, двигаться, икроножная мышца сокращается, тем самым выталкивая кровь вверх. Система клапанов, получается, у нас пропускает кровь вверх. Когда мы икроножную мышцу расслабили, клапаны закрылись, и кровь не может переливаться сверху вниз. То есть мы сдерживаем ее, и она стоит. Если же начинает вена либо шибко расширяться, либо по какой-то причине эти клапаны разрушились, и кровь начинает переполнять кровеносное русло нижних конечностей, и начинают проявляться эти вариксы, варикозно расширенные вены, вот оттуда и возникает проблема. То есть возникает патологический рефлюкс, то есть сброс не в ту сторону, потому что все вены несут кровь от пятки к сердцу. Когда возникает варикоз, происходит застой, переполнение. То есть если мы в норме имеем 800 мл крови в ногах, то при варикозе уже литр 200, литр 300, литр 400, все зависит от патологии, как, что оно происходит. Поэтому нарушение вот этой венозной системы клапанной приводит к развитию варикозной болезни. Варикозная болезнь обычно бессимптомна, но могут возникать ощущения переполнения давлений и боли в ногах. Диагноз ставится на основании данных осмотра. Лечение включает компрессию, местное лечение ран, склеротерапию и хирургическое вмешательство. Когда мы занимаемся обследованием венозного кровотока, венозных сосудов, определяем варикоз, определяем, как работают клапаны вен, определяем показания, противопоказания к каким-то лечебным процедурам. Параллельно, конечно, мы должны понимать состояние и артериального русла. Артерии – это тоже сосуды, которые идут параллельно с венами. Только если вены у нас гонят кровь к сердцу, то артерии от сердца, если проще так говорить. И для понимания целостности картины, что происходит с кровотоком, нет ли бляшек в сосудах, нет ли каких-то воспалительных изменений, мы проводим оценку состояния артерии нижних конечностей. И это дает нам дополнительную информацию, и мы понимаем, нуждаются ли наши пациенты в каких-то дополнительных обследованиях или дополнительных назначениях. Заболевания венозной системы не случайно относят к болезням цивилизации, так как основными причинами их развития являются гиподинамия, нерациональное питание с большим содержанием поваренной соли и жиров, алкоголь, курение и прочее. Особое место занимает развитие венозных патологий при беременности и родах. Современный мир связан с гаджетами, современный мир связан с компьютерами. Современные люди многие сейчас просто-напросто сидят в офисах и работают постоянно, не вставая. Вот этот малоподвижный образ жизни во многих случаях тоже провоцирует развитие варикозной болезни. Застой нижних конечностей происходит, опять-таки расширение, варикоз начинает прогрессировать. Вообще причин варикоза тоже их огромное количество, начиная с генетических каких-то нарушений, которые передались нам по наследству. Потому что бывают такие моменты, приходит мама с дочерью, начинаешь их смотреть, а у них вот просто-напросто одинаковые вены на ногах. Вот одинаково расположены, и эти пациенты приходишь, я же прям удивляюсь, насколько же какой-то ген был заложен в этих людях, что одинаково вылез до вены. Вот это немаловажный фактор. Здесь правда генетику ходить не нужно, здесь понятно, что мама с дочерью это передалось по наследству. Также причиной, одной из причин варикозной болезни, ну, как ни крути, это беременность. Есть какая-то предпосылка, есть предрасположенность к развитию варикоза, беременность. Ребеночек растет, матка увеличивается, начинает давить на вены, которые собирают кровь со всех нижней конечностей, и возникает варикоз, как и на нижней конечностей, так и даже варикоз матки. Это немаловажный фактор, поэтому эта категория людей должна очень внимательно себе относиться. То есть беременные женщины должны за ножками своими обязательно наблюдать. Сходить в флебологу, обследоваться, получить назначение по профилактике, что делать, чтобы это не возникало. Часто заболевание начинает проявлять себя лишь незначительной вечерней усталостью ног. Потом постепенно эти ощущения усиливаются, появляются вечерние боли, отеки, исчезающие с утра и вновь появляющиеся к вечеру. Постепенно симптомы нарастают, начинают беспокоить вечерние и ночные судороги мышц ног. И все это время болезнь может никак не проявлять себя внешне. Нет никаких варикозно расширенных вен, лишь несколько небольших сосудистых звездочек. Мы все помним, к сожалению, какие грозные осложнения у нас были во время пандемии ковида. То есть как раз таки не сам вирус, его присутствие в организме, а те осложнения, которые он давал, приводили к осложнениям сосудистым, с которыми боролись врачи. Реакция сосудов и реакция свертывающей системы крови – это были главные звенья патогенеза, вот этой инфекции, которые приводили к осложнениям. И теперь мы пожинаем плоды этой двухлетней, можно сказать, проблемы. Проблемы сосудистого характера у пациентов сохраняются до сих пор. Это касается пациентов более старшего возраста, пациентов после 50, после 60. Многие отмечают, что усугубились проявления со стороны вен, тяжесть в ногах, судороги, дискомфорт, трофические изменения, истончение кожи, тенденции к формированию язв. Мы как диагносты проводим эту диагностику, оцениваем состояние сосудистого русла, а флебологи, сосудистые хирурги, кардиологи уже назначают терапию, чтобы избежать каких-то осложнений, которым все-таки может привести вот такая нестабильная ситуация по сосудам. Комплекс диагностических мероприятий включает осмотр специалистам-флебологам, выполнение лабораторных исследований, а также инструментальные исследования на комплексе современных высокоинформативных аппаратах. Золотым стандартом диагностики заболевания вен является УЗИ-диагностика. Современные аппараты позволяют увидеть абсолютно все, даже самые минимальные какие-то патологии, сбросы, рефлюксы, аномальное развитие вен, то есть абсолютно все, что происходит. Если даже есть тромб, какой тромб, какой длины, обтекает не обтекаемый кровью, флотирует, не флотирует, все это показывает УЗИ-диагностика. Как мы видим, даже на данном аппарате отлично видно вена, глубокая система, поверхностная система, все прекрасно показывает. То есть раньше этого не было, сейчас это все в наших руках. И благодаря данной диагностике мы можем на ранних этапах выявлять патологию венозную, и не доводя до тяжелых стадий этой болезни, мы можем устранять все эти проблемы. Сейчас есть огромное количество видов операций по поводу варикоза, но самое основное, что мы в последнее время сделали флебологи, это развитие лазерной медицины. Лазерная операция, золотой стандарт лечения варикоза, на данный момент это эндовенозная лазерная коагуляция. Что мы делаем? Те вены, которые я вам показывал, мы в просвет вены, под контролем УЗИ, делаем укол, заводим световод до неработающего клапана в области паха, либо в области подколенной, все зависит от того, большая или малая подкожная вена, делаем уколы вдоль вен, обезболивающие такую водную подушку, включаем лазер, эта вена выжигается, пациенту одеваем чулок на ногу сразу же после операции, пациент в эту же секунду встает, гуляет по коридору, 40 минут мы его наблюдаем, даем рекомендации, отпускаем домой. Поэтому не нужно бояться лечения, не нужно слушать тех людей, которые когда-то где-то от кого-то слышали, что это больно, это долго, и это не поможет, будет рецидив. Нет, сейчас это не так. Провели операцию, отпустили домой, провели контрольные осмотры, и пациент спокойно живет. Спокойно живет, не имея ни осложнений, не имея проблем, не имея каких-то эстетических вопросов, которые тоже могут его беспокоить. Поэтому обращайтесь, и мы вас избавим от данной проблемы. Заболевание сердца, ослабление его деятельности, непременно способствует нарушению венозного оттока, развитию застойных явлений в венах нижних конечностей, что, в свою очередь, затрудняет работу сердца. Возникает так называемый порочный круг, разорвать который могут только совместные усилия врачей разных специальностей и, в первую очередь, сосудистых хирургов и флебологов. А какие профилактические меры, узнаем из нашей рубрики. Смотрим. Чтобы не допустить варикозного расширения ве, нужно внимательно следить за состоянием своих ног и проводить профилактику. Профилактические меры следующие. Носите удобную обувь, следите за весом, выполняйте различные упражнения для ног. Не стойте долго на ногах, ведите активный и здоровый образ жизни. Не забывайте о том, что лучше следить за своим здоровьем, чем изнурять свой организм неприятным лечением. При проявлении варикоза не оттягивайте свой визит к врачу и не занимайтесь самолечением, полагаясь на отзывы подружек и соседей по подъезду. Важно понимать и помнить при этом, что лечение народными методами не заменит помощи врача. Лечение болезней вен – это однозначно задача флеболога. Никакие народные рецепты или мази от случая к случаю ситуацию не исправят. Задача врача – поставить точный диагноз. И только на основании этого диагноза начинать специфическое и комплексное лечение. Современная медицина поможет вам преодолеть заболевания и возможные осложнения, которые могут привести варикозную болезнь нижних конечностей. Как вылечить ее, вы теперь знаете. Ну а наше время истекло. С вами была программа 36,6 и я, Асия Майшина. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!